Алло, 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 здравствуйте, здравствуйте, слушаю вас. Меня зовут Иванов Евгения Юрьевна, блондарство Валерия Анатольевна, с вами разговариваем. Да, здравствуйте, Настя, слушаю вас. Меня зовут Иванова Евгения Юрьевна. Ой, простите, у вас просто голос знакомый, просто практически один в один, то есть Анастасия звонила, а сейчас Евгения, ну, Женечка, извините, что перепуталась у всех голоса одинаковая. Вы, находитесь общаться или нет? Либо вы это самое, просто одним разными именами представляетесь, но это ваше дело. Хорошо, слушаю вас. Валерия Анатольевич, вы оформили кредит наличными? Банки Трасс. 20 июня 2014 года. Номер договора 2488-19-27-57. В 70 дней 16 декабря 2016 года мне находятся в графике платежей. А где же я нахожусь, по-вашему мнению? 1641 рубль 40 копеек. Спасибо. Вот все, перед банком. Банк составляет вам требования оплатить в течение суток через канал моментального погашения. Либо банк Трасс, либо банк открытия. Во сколько ездите оплачивать? Во сколько? Не во сколько. Я просто должен сначала окончательное требование увидеть. Понимаете, голос из трубки не может... Что увидеть? Окончательное требование это документ. У вас на руках документы. Договор кредитный. Играть в платежи. Возьмите все ваши питания. А какое-то отношение к окончательному требованию вот этому вашему имеет. Вот Настенька точно так же подтопливала. И говорила мне тоже. Валерий Анатольевич взывала к моей пощаде. Я по тему. То есть конструктивно это то, что вы хотели что-нибудь услышать. То есть я должен вам сообщить время. Это не конструктивно. Это навязывание своего мнения. Я как раз таки... Вот это не конструктивно. Как только в документальном формате на бумажном носителе я увижу вот это требование от банка, так только я увижу, прочитаю, изучу. Если согласен буду, тогда буду оплачивать. Душа моя, Женечка. Вы же взрослая девушка. Или еще не взрослая. Вы слышали, что она летняя? Сегодня будете оплачивать. Ой, какая трудная оказалась. На каком основании не вносите платеж? На каком основании закона вы не оплачиваете? Так нельзя формулировать вопрос. Вопросы корявый. На каком основании закона, понимаете? Нельзя. Это получается, знаете, как-то коламбур. На каком основании закона. Вы слышите? Если денежные средства у вас перед банком, обязательства, вы должник, нарушаясь условия. Нет, душа моя. Должником человека может признать только судья. Должник. Тогда вы преступник. Вы преступник, мошенник, вымогатель. Я так к вам и буду обращаться. Преступница. Преступница, Женечка. Вы не имеете права человеку присваивать самостоятельно звание должник. Почитайте, почитайте. Да, что вам почитать? Что вы пристали? Для вас это как какая-то вот, знаете, человек, умеющий читать, это какое-то особое. Вокруг вас никто не умеет читать, а вы в том числе, да? Пим-пам, пим-пум. Не заикайтесь. Соберитесь с мыслями. А я понимаю, что вам нужно выговорить, выговорить скрипт и положить трубку. Конструктивно не хотите общаться, да? Вы не хотите конструктивно общаться, да? Эти деньги, всего доброго. Этот разговор не конструктивен. Правда? Вот опять, друзья мои, очень нужен звук смывающегося унитаза. На 946-78-36-собакалист.ру Пришлите мне, пожалуйста, файл звук смывающегося унитаза. Чем больше разновидности, тем лучше. Кстати говоря, на этот же адрес электронной почты вы можете присылать свои переговоры с коллекторами, и мы будем их на нашем канале по вашему, естественно, желанию публиковать. Тоже присылайте в виде файла, кстати говоря. Только не шлите всякое там мычание. Должно быть интересно. Либо коллектор должен быть тупой на всю голову, либо хам какой-нибудь, либо вы должны круто его троллить. Это очень... А вот знаете, как присылают там всякую муть, ну я понимаю, что многие из вас только-только начинают противостоять этим попрошайкам. И вам кажется, что даже это круто. Ну, поверьте, мы не будем выкладывать на канал все подряд. У нас канал достаточно серьезный уже, и мы, скажем так, отбор осуществляем роликов, которые полноценное право будут иметь, займут свое место на нашем канале. Если вы считаете, что он у вас хороший ролик, присылайте на 946-7836-собакалист.ру. И мы действительно хорошие ролики будем выкладывать, подредактируем ваши имена, фамилии, адреса, то, что нельзя в эфир выкладывать. Ну и, конечно же, если вы вдруг сами сможете технически подрезать личную информацию, ну, такой ролик имеет, скажем так, полное право в определенную безочередность попасть на наш канал. Ну, из таких роликов тоже существует очередь, но она гораздо короче. Вот. Ну, для тех, кто недавно на нашем канале, пожалуйста, подписывайтесь. В описании ролика этого очень много информации полезной, в том числе ссылочка на наш сайт. Там выложена инструкция, алгоритм работы наших специалистов, для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, воспользоваться услугами высококлассных юристов. Также группа ВКонтакте, ссылочка на нее тоже есть. Пожалуйста, вступайте в группу. Ставьте, само собой, лайк, если вам ролик понравился. Еще раз говорю, подписывайтесь на наш канал. Репост в соцсетях приветствуется. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. До свидания, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова